Красивые люди, красивые события, 20 минут о стиле жизни и о тех, кто его создает. Это Бьюти Тайм на 31. Всем здравствуйте. Закулисные процессы мира моды интересны не меньше, чем сами продукты моды. Именно поэтому так популярны репортажи в жанре бэкстейдж. Поговорить с дизайнером во время фотосессии – это большая удача, и в тот день она нам сопутствовала. Светлана Размахова Перфекционизм во всем главный принцип работы главы компании. Необходимо все держать на кончиков пальцев, вникать в каждую мелочь. Я очень люблю хорошие ткани, поэтому у меня не получается купить. Сэкономить на этом? У нас уже постоянно есть поставщики, которые нам нравятся самим. Мы у них покупаем. Они даже дорогие могут быть, мы можем немного покупать. Мы покупаем все равно. У нас, во-первых, команда собралась, которая прямо любит-любит это. Все тряпочки эти все. Бывает, знаете, люди занимаются этим, но я ненавижу эти тряпки, они говорят, там через сколько-то лет. У нас таких людей нет в команде. У нас как бы все такие тряпочки. Ну, как-то вот все равно изнутри, то, что внутри компании, оно вот так вот и выглядит, как внутри. Оно же все равно не скроешь. Фотосессии стало много в последнее время только таких интересных, имиджевых для кампейна. Фотосессии происходят, ну, зависит, конечно, еще и от погоды, и от задачи, и от того, что именно придумано именно на эту фотосессию. Последняя фотосессия была, например, на улице, на шашнях, в снегу с шестью зеркалами. И мы снимали вот на улице. Причем было достаточно холодно. Зависит от того, какие тренды визуальной информации именно для этот период. Исходя из этого, мы что-то придумываем, чтобы это все было модно и красиво. Модную аудиторию сегодня не надо уговаривать носить российских дизайнеров. На них уже не просто обращают внимание, но и активно включают свой гардероб. Наши конкуренты, мы же должны их отслеживать. Раньше мы отслеживали иностранных только, европейские марки, европейские. Сейчас мы уже на европейские не смотрим, мы уже смотрим на наших дизайнеров. Прям с нуля, мне кажется, это очень сложно. Иногда думаю, если бы я сейчас решила бы этим заниматься, стала бы этим заниматься. Вопрос. Сложно. Производство, наверное, везде сложно. Особенно, когда оно такое. Есть производство, как бы продукт остается одним и тем же все время. Он не меняется ни качества, ни внешнего вида практически, да, как у кого-то, какие-то производства. А у нас же получается, как новый проект, каждые полгода. И вот эта вот гонка, 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 ничего, ты не успеваешь, и скоро надо просить все снимать. Чтобы русский стиль проник в моду, он сначала должен был попасть в Париж и уже оттуда вернуться к нам в интерпретациях французских дизайнеров. Примерно то же самое происходит с коллекциями Энса. Они давно успешно продаются в Москве и Санкт-Петербурге. И относительно недавно начали завоевывать сердца челябинских модниц. На самом деле, я один раз стою на светофоре, у меня раз так глаз цепляется, что-то знакомое. О, блузка! Интересно! Вы смотрите программу «Бьюти Тайм». Продолжаем выпуск. Мастер-класс Ирины Хакамады по традиции предварил розыгрыш подарков. Самым везучим достались сувениры 31 канала, кашемировые шарфы от бренда дизайнерской одежды Энса и книги главной героини вечера. Раньше говорили, что успех – это 5% везения и 95% трудолюбия. Сегодня эта идея не всегда работает. Поэтому люди мыслящие и думающие часто пребывают в поиске актуальных концепций успеха. Три шага к успеху. Но к успеху три шага – это чистый маркетинг. На самом деле, все это сложнее. В зале в основном женщины. Хотя специально для них, в смысле для нас, у Хакамады есть отдельный мастер-класс. Этот – три шага к успеху в эпоху перемен, адресованный мужчинам тоже. Но они менее активны. Женщины становятся самостоятельные. То есть они сохраняют женственность, при этом хотят как мужчины зарабатывать деньги и занимать бизнес-позицию в обществе. Очень мечтала ее увидеть вживую. Обычно я смотрю ее ролики на YouTube-каналах, либо на каких-то специальных сайтах. Ее комментарии очень необычные. В том плане, что интересно послушать умного человека и прислушаться к его советам. Женщины неординарные, добившиеся многих успехов. Очень хочу послушать все это в плане, как стать супер-женщиной. Это мне очень интересно. Даже не в плане карьеры, а в плане личностных отношений. Ирина Хакамада – это очень уникальная женщина, которая сочетает в себе действительно и успешную карьеру, и успешную реализованную женщину, как маму. И как она сдает советы по ведению переговоров, и вообще, как соблюдать в себе вот эту золотую середину. Если в нескольких словах, то успех по Хакамаде – это баланс трех состояний – духовного, материального и физического. Если что-то из этого не в порядке, то и остальное не принесет удовлетворения. Поэтому развивать себя необходимо сразу во всех этих направлениях. Это Beauty Time – программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. TFP – сообщество или группа, где модель может найти фотографа, а фотограф-модель для своего портфолио вышла на новый уровень. Публикации из сообществ в соцсетях переместились в выставочный зал. Теперь каждый желающий может увидеть результаты любителей и профессионалов на выставке современной фотографии. Основная идея нашей выставки – показать, что челябинские фотографы видят мир по-другому. Что Челябинск неиндустриальный, что Челябинск неплохой. И тут не все хмурые и такие, знаете, там, грустные. Челябинск удивительный. Челябинский, космический, прекрасно развит в плане фотографии. Идей безграничное множество. То есть, ну, не сказать, что эти идеи нужны даже всегда. То есть, снять девушку в цветах, например, не так сложно на фоне ковра. Ведь мы занимались еще во времена СССР, когда эти ковры повисли на стены. То есть, вот тут примерно то же самое. Вопрос в том, чтобы снять это красиво и необычно, чтобы это привлекало. А вот вопрос, как, это уже для каждого свое. Да я вообще люблю исключительно художественные фотографии, вымышленные вещи. Может, даже где-то мультяшные какие-то такие. То есть, все несерьезное и не связанное с обычной человеческой жизнью. Потому что обычной человеческой жизни не так хватает, да. А тут хочется что-то творческое. Одна из ее черств, она очень разноплановая. При общей какой-то концепции, идее, ну, что все авторы очень яркие и разнообразные. Почти две тысячи фотографий были вынесены на суд организаторам, которые, в свою очередь, отбирали самые достойные. Вообще страшно называть цифру, но около 1700 работ. Из всех работ мы, я и мое терпение выбрали порядка 70 работ, самых лучших, самых интересных, на мой взгляд, которые мне бы хотелось показать всем. Это, как правило, работы, которые вызывают эмоции. Отправил четыре, приняли четыре. Это очень сложное, конечно, решение выбирать, но всегда помогает выбрать самые уникальные, самые яркие работы. Красная лента, восторженные отзывы гостей и гордость за свои работы. Так прошел этот день для всех любителей жанра фотографии. На две недели Союз художников России принял эту выставку и знакомил с ней всех жителей нашего города. Клиника «Источник» представляет генетический тест косметологии. Это анализ более 100 генетических маркеров, который позволяет максимально точно оценить состояние кожи, чтобы выбирать только эффективные косметологические программы. Отделение косметологии клиники «Источник» наука на службе у красоты. 77 88 905 Вы смотрите программу «Бьюти Тайм». Продолжаем выпуск. Конкурс красоты – формат, хорошо известный в нашем городе. Каких только миссис и мисс у нас не выбирали. Но, несмотря на это, как-то так получилось, что конкурс для девушек с пышными формами в 2019 году прошел впервые. Проект получил название «Леди Мармелад». Это Ольга Решетиловская. Анастасия Бахтеева. Она нас покорила, удивила Яна Шук. Яна Шук из «Леди Мармелад» 2019. Тройку финалисток жюри выбирала долго. Действительно ярких, харизматичных участниц было очень много. Это мы можем утверждать наверняка, поскольку программа «Бьюти Тайм» с самого первого дня следила за ходом подготовки. И сейчас настал момент поближе познакомиться с финалистками. Всегда хотелось попробовать, как любой девочке. И, конечно, да, конечно, да, конечно, я хочу участвовать. Но вообще так, периодически иногда фотосессии проводим. Ну, и на этом мое творчество заканчивается. Я, когда пошла вообще в проект, я пошла просто для того, чтобы, ну, знаю, там, разнообразить свою жизнь, познакомиться с новыми людьми, с интересными людьми. Эмоции у меня только на следующее утро, когда мне приходило куча сообщений с поздравлением, когда я еще раз все посмотрела, читала. И просто на корону лежит столько эмоций, просто вообще не передать. Потому что когда вручали, как-то вручали, вручали, а на второй день было столько эмоций вообще. Я, конечно, знала, что я уйду с короной. И вот эмоции прям вообще непередаваемые. И вот прям мечта была моя с самого детства. Если бы я даже не победила, я бы не расстроилась, потому что это просто мега круто, реально побывать в таком шоу. Творческий конкурс участницам проекта «Леди Мармелад» давался нелегко. Для начала необходимо было определиться с жанром, а затем с помощью педагогов сделать яркий и стильный номер. Изначально на конференции, когда у нас собирались, нам сразу же спрашивали, какой вы видите творческий конкурс. Я не предполагала, что можно картину нарисовать за полторы минуты, но побеследовала со своим преподавателем и вдохновителем по рисованию. И она мне подсказала, что можно нарисовать. Ну, каждая может петь, каждая может танцевать. В принципе, тут как бы, ну, каждая стихи может рассказывать. А вот картину не каждая нарисует, а я могу. Я очень хотела петь. То есть я сначала пошла, думаю, творческий номер, я, наверное, буду петь. Но я сходила, попела, я сходила, потанцевала. И думаю, блин, я хочу танцевать в восточном танце. Это вот мое. Я создала сама свой костюм. Я сама расшивала себе пояс, я сама расшивала лифт. Для меня это было настолько кайф, то есть я вложила в него. Почему-то мне захотелось именно этот образ сыграть. Думаю, ну где-то же он должен был появиться все-таки, хотя бы здесь. В этом шоу, раз есть такой шанс. Я, соответственно, сообщила сразу же об этом. И сказала, что могу сыграть этот образ. Он мне близок по духу, говорю, по настроению. Только, говорю, мне нужно, ну, как бы уже остальную сценку. Естественно, мы уже с хореографом, с Ольгой все это уже отрепетировали и составили как надо. Победа значит много. И в материальном, и в эмоциональном смысле. Девушки получили денежные призы, уникальный сценический опыт и перспективы развития своих талантов. Кажется, у меня только эмоции от этого конкурса. Я даже не думала, что делать дальше. Пока у меня нет, кстати. У меня была мечта о короне. Я ее осуществила. Сейчас надо что-то новенькое. Вообще, где-то я рада, что это все закончилось, потому что достаточно много времени личного тратилось. Сейчас хочется просто немножко отдохнуть, потому что много мастер-классов разнообразных было. Везде мы все посещали, все делали. Сейчас хочется отдохнуть. Также, я думаю, что Ольга нас будет звать к себе в магазин, чтобы на нас снимать свои красивые платья. Поэтому мне хочется еще больше просто фотопроектов каких-то. Не конкретно таких конкурсов, а именно фотопроектов. Это не так трудозатратно. Кстати, задолго до финала начался ажиотаж вокруг нового сезона проекта. И, по словам организаторов, он стартует совсем скоро. Уникальное украшение только из натуральных камней. Регулярное обновление ассортимента. Ювелирный бутик «Частная коллекция». Нашим покупателям дарим сертификаты в ресторан. Билеты в театры Челябинска и Екатеринбурга. Да, и обратите внимание на картины. Они тоже продаются. Самые актуальные модные тренды в вашем повседневном гардеробе. Магазин «Стрит Кутюх» на Sony Кривой 30 и Пушкина 65. Для первых в труде и первых в игре. Для первых свиданий и первых признаний. Для первых по кудряшкам и первых по волнам. Для первых на поворотах. И первых на виражах. МАФА. Первые для первых. Вы смотрите «Бьюти Тайм». Красивые подробности красивых событий в формате «Ноу Коммент» в завершении выпуска. «Бьюти Тайм». «Бьюти Тайм». «Бьюти Тайм». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Еще больше сюжетов о красивой жизни на нашем YouTube-канале В Instagram, ВКонтакте и Facebook ищите по хэштегу BeautyTime, нижнее подчеркивание ТВ А на этом выпуск завершен, до встречи Наши стильные партнеры Имидж-студия Елены Ивановой Ателье «Модный дом. Я» Субтитры создавал DimaTorzok